Частное издательство Телерадио Не только красиво, но теперь еще и удобно. В ДК имени 30-летие Победы завершился долгожданный масштабный ремонт. Для полноценной реконструкции здания, построенного почти 40 лет назад, необходимы огромные средства. Поэтому руководство города и ДК договорились решать проблемы поэтапно. В год культуры, которым в России, напомню, объявлен 2014-й, в первую очередь взялись за зрительный зал. В течение месяца строители полностью заменили напольное покрытие, кресло, закупили и установили новое световое и звуковое оборудование, шили новую так называемую одежду сцены – кулисы, задник и, главное, двухслойный антрактовый занавес из итальянского бархата. Он стал, кстати, самым дорогим приобретением ДК и обошелся городскому бюджету в миллион 200 тысяч рублей. Всего на первый этап реконструкции этого учреждения культуры ушло 6 миллионов рублей. У нас задержки не было, мы не отменили ни одного концерта, как раз были новогодние мероприятия в малом зале. И здесь успели к открытию сезона отремонтировать, что планировалось. В планах на этот год реконструировать гардероб, а также приобрести и установить корректор тепла, который будет отвечать за отопление зрительного зала. Отмечу, что помимо концертного зала в «Тридцатке» работают 15 творческих коллективов. Только за прошлый год на сцене «Тридцатки» прошло более 700 мероприятий. На этот год планов не меньше – это как сольные концерты российских звезд Софии Ротару, Максима Галкина, Александра Серова, так и концерты республиканского масштаба, славянские напевы, эстрадный вернисаж, таланты города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова